Не тройное сальто и тулуп, конечно, но стоять в 70, а то и 80 лет на коньках – это, наверное, уже большое достижение. Люди почтенного возраста города показали, что со спортом они на «ты». 1 октября с 9 утра до полудня залы Сапсан-арены были предоставлены для пенсионеров. Пришли тряхнуть стариной, говорят они. Многие с молодости – любители спорта и активной жизни. Я решил его встряхнуть стариной. Ноги, оказывается, немножко помнят. Будем теперь, наверное, иногда хоть посещать. Вот такая возможность, с удовольствием катаюсь. 50 лет, наверное, не катался. Я из Питковской школы. В свое время мы там в хоккей классный класс играли. Так что вот решил вспомнить, но ничего не забыл. Многие, конечно, были на открытии Ледового дворца, на хоккейных матчах или водят на занятия внуков. А вот встали на коньки впервые за многие годы. А вот на коньках первый раз решился. Ну, в прачный день. Думаю, надо как-то его… Не хочу сказать оморочить падением. А наоборот, обрадовать себя, что еще умею стоять на коньках, все не разучился. Очень приятно, хорошо. Но когда быстро есть, такой ветер. Не думал. Надо внуков тепле одевать. На Ледовой арене не впервые. Мы здесь были и на момент открытия, приходили на хоккейные матчи. Нет, все это было. Мы и на лыжах бегали, и на коньках. Ну, в общем-то, освежить чувства, да, коньков – это нормально. Сегодня день такой, мы собрались. Это не единственная акция для ветеранов. Они живут активной жизнью. Для проведения организованных занятий есть согласованное с руководством учреждения время. Для этого старшее поколение обращалось к главе администрации. Чтобы нам разрешили проводить тренировки или просто катание на коньках в Сапсане, в бассейне. И нашу просьбу удовлетворили. И в настоящее время мы один раз в неделю посещаем Сапсан и бассейн. Ветераны немного занимаются спортом, не унывают. Они полны жизнелюбия и оптимизма. Настроения и энергии в этот день прибавили и катание на льду. Впечатления у всех положительные. И это несмотря на небольшие неудачи. Как ни старались фигуристы, но падения все же были. И это нисколько не расстроило пожилых людей. Главное, они смогли встать и продолжили занятия. Обошлось без травм. К новым условиям катания тоже нужно было привыкать. Раньше таких коньков не было. Тем не менее, катались тоже, говорят пенсионеры. Да и навыки за много лет утеряны. Но впереди много времени, чтобы наверстать упущенные. Тем более, что возможности есть все. Очень хорошо катались. Валенки, веревочками привязал, палочкой закрутил, натянул. И вперед. Снегурки, леденцы. Таких коньков не было. Появились дутыши. Это я на прокат взял. Это уже, наверное, лет 14-15 я был. Первый раз надел нормальные коньки на ботинках. Первый раз. 55 лет не становится. А сейчас вот с поводырем немножко вдоль портика получается. Но ничего научился. Впереди еще много лет. Кроме катания на льду, люди почтенного возраста могли поиграть в теннис. Любителей этого вида спорта оказалось тоже достаточно. Впрочем, активные люди пробуют силы в разных направлениях. И в волейболе, и плавании, и беге. Ну, детство у меня прошло спортивное. Вообще я спортом занимался. Всеми видами. И лыжи, и коньки, и баскетбол, и теннис, и волейбол. Я здесь впервые. В газете было объявление, что на день пожилых людей приглашаются пенсионеры. Вот я приехал сюда поиграть в теннис. Я сам играю и в теннис, и в баскетбол. Сейчас пойду на коньках, наверное, еще покатаюсь. Пока одни играли в теннис, другие трудились в тренажерном зале. Опытный инструктор по спорту Анна Селяева провела несколько упражнений для представительниц прекрасной половины. Она рассказала о здоровом питании и правильных нагрузках. С выносливостью немножко проблематично, но главное стремление. Там все остальное прибудет. У нас достаточно много пенсионеров ходит. Как мужчин, так и женщин. Некоторые на постоянной основе. Некоторые периодически меняют залы. Даже переходят со мной из одного зала в другой. Это очень приятно. Конечно, стараемся им помогать. Конечно, им трудновато. Приходится не так, как молодежи. Но мы стараемся им помочь и даем им нагрузку по мере их возможностей. Были организованы и занятия по фитнесу. И, конечно, у всех благодаря вниманию и мероприятиям хоть на чуточку самочувствие улучшилось за этот день. Более того, после увиденного у посетителей появилось желание записаться в спортивной секции. Живем мы, проживаем в Маячном. И сюда приехали впервые с супругом. Он приехал поиграть в теннис. А я просто посмотреть. Это дворец. Впервые я здесь. Но все очень шикарно. И если бы мы не из Маячного были, я бы с удовольствием сюда приходила и занималась. Даже вот в таком возрасте. В течение всего времени сотрудники ледовой арены готовы были угостить вкусным чаем посетителей. За столом пенсионеры уже делились впечатлениями, вспоминали молодость и обсуждали участие на следующих занятиях. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».